Привет, друзья! Всем привет! 9 мая выехали мы на природу из города Санкт-Петербурга. И вот это показываю я вам. Озеро Разлив, где Ленин был в шалаше и всё такое. 9 мая пикник тут. Огромное количество машин и народу по всему берегу. Здесь так интересно сделано озеро. Вдоль всего озера идёт вот такая замечательная асфальтированная дорожка. Дорожка асфальтированная, прям дорога. На чём только тут не ездят. Вот мы уже, наверное, километра полтора прошли. Пытались уйти подальше-подальше от людей, поискать, где меньше народу, больше кислороду. Не нашли. Ну, хотя вот это уже поменьше. Мангалы буквально на каждом шагу. Люди жарят шашлыки, загорают, едят. Вот наши питерские друзья. Хай! Эх, на солнце я вас плоховато вижу. Ну, встаньте вот сюда, может, скажете приветствие для нашего канала анапчанам, людям, которые хотят переехать из северов. Вы же тоже когда-то переехали из Сахалина, да, в Питер? Ну, расскажите в двух словах. Я пришёл в Питере лучше. Могу одно сказать. Сколько лет вы живёте в Питере? Да уже двадцать. Девятнадцать. Девятнадцать лет. Двадцать лет. Уже себя чувствуете, наверное, петербуржцами? А то. Или всё ещё помните, что вы сахалинцы? С первого года почувствовали. Мы люди России. Да. Ну, вы работяги, трудоголики. Проголики, вам деревня вроде Анапы не нужна. Нет, нам просто Санкт-Петербург почему ближе, потому что мы любим море, Неву, там, реку, потому что мы выросли на берегу. Воду берем. Да, воду берем. Ну, в Анапе воды-то полно. Ну, в Анапе ещё жарко. Ну, может, в Анапе жарко, мы жару не очень. А-а-а. Солнца много не надо. Ага. Поэтому здесь... В Питере что хорошо, здесь не жарко ни зимой, ни летом. Угу. С одной стороны, всё время слякать грязь, многим это не нравится. Угу. Зимы довольно-таки мягкие. Угу. Вот. А отдохнуть, съездить сейчас можно хоть куда. Угу. Здесь просто поближе цивилизации. Да уж, конечно. Хоть в Анапу, хоть в Сочи, хоть сейчас. У меня, кстати, недавно буквально сосед переехал в Крым жить. Короче, здесь больше цивилизации, поэтому нам здесь лучше и комфортнее. Поэтому вы здесь. Да. Ладно. Спасибо вам. Спасибо вам. С праздником. С 9 мая вам. С Днём Победы. Лука, помаши ручкой. Ребёнок, вставай, у тебя уже штаны свалились. Лука, вставай, штаны поправим. Дорвался до берега. Вот столько туристов и мангалов. На 1 мая местные жители говорят так, люди своими мангалами загрязнили все парки, что даже где-то в СМИ обозвали их мангалопитеками или как? Ну, не то, что обозвали, дали им официальный статус. Официальный статус, да? Я могла бы об этом и не рассказывать. Ну, тут вот пока, видим, люди собирают в мешки свой мусор. Ну, а вот прям-таки пляж. Прибрежная полоса, довольно широкая, песчаная. Вот эта дорога асфальтовая, которая пешеходная, которая идёт, ну, я не знаю, вокруг озера или не вокруг, но мы километра три прошли, а она не кончается. Людей там было чуть-чуть поменьше, ну, а тут вот так. Луччи, ты уже полазил по дереву? Нет, не нашёл его? Нет, я его нашёл, я ждал вас, чтобы сказать, чтобы я пошёл. Сейчас мы все вместе. Бегает, ищет дерево лука, на которое можно залезть. Не анапский песок, но всё равно здорово. И воздух тут почище, чем в Питере. Особенно, когда нету вот таких мангалов на каждом квадратном метре, так тут вообще хорошо. Добавил субтитры. Продолжение следует...